Музыка Ну а мы сегодня едем в Тулакудабе, в столицу Арабских Эмиратов, где вся нефть и все деньги. Музыка Если вы едете из Дубая в Абу-Даби, по пути вам попадется Last Exit. Это парк фудтраков, мобильных ресторанчиков, кафе и закусочных, предлагающих еду с колес. Расположен он в районе бухты Джебель-Али на шоссе Шейзайт-Роуд. На его площадке припарковано несколько фургончиков, чьи мини-кухни готовят ближневосточную, европейскую и латиноамериканскую еду и напитки. Он выполнен в стиле игры Mad Max. Кто в нее играл, тому точно приглянется это атмосферное местечко. Имейте в виду, что на другой стороне дороги есть похожий парк фудтраков, но он выполнен в духе Америки 50-х. Если во всем мире кончится нефть и наступит конец света, Старбакс не обанкротится. Он будет выглядеть вот так. Поскольку парк работает без выходных, перекусить здесь можно в любое время суток и в любой день недели. У всех был вот такой телевизор. А, все, мы приехали. Все. Когда-то до кризиса 2008 года, когда баррель нефти стоил более 100 долларов, Дубай планировал масштабную стройку. Они построили шикарный отель и он запрошен. Здесь никого нет. Посмотрите, какие огромные площади. Вот здесь есть только один хозяин, шейх. Почему закрыл свой отель? Все продаем. Все пропало. Когда-то давно это был дворец, но теперь это шикарный отель, который называется Emirates Palace. И сейчас мы посмотрим, что у него внутри. В общем, когда-то это был дворец какого-то шейха. И потом его сделали отелем. Убранство-то, конечно, шикарное. А еще можно посетить другой, жилой дворец шейха. Стоит это 60 дельфам за человека. Но если там примерно так же, и его открыли недавно, то я думаю, это не имеет смысла. Мы уже видели одну резиденцию шейха Мохаммеда. И нам достаточно. А вот шейх, давай у него спросим. А мы вообще по-арабски это сказали. Идите вы подделыш. А мы приехали в белую мечеть шейха Зайда. Мы не в торговом центре находимся, ребят. Но здесь вот открывается торговый центр, торговые помещения, фудкорты. Раньше этого не было. Раньше этого не было. Это свежак. Он не туда. Вот, поэтому сейчас посмотрим. Сначала мы запарковались на подземной парковке. Теперь нам нужно сейчас перекусить. И потом мы должны будем переодеться в нормальный достойный вид. И уже потом будем гулять по самой мечети. В общем, для начала нужно зарегистрироваться. Получить какой-то билетик, чтобы пройти дальше. Итак, на самом деле говорят, что нам... Очень-очень сильно повезло. Потому что вот это вот все свободное пространство в обычные дни... Это прям один сплошный поток, да и очередь, очередь, очередь. Ну, если бы было так, мы бы, наверное, не стояли в такой очереди. А мы пришли в переодевальную, и нужно переодеться. Ну вот, мы с мамой. Теперь похоже на достойных людей. Вам выдадут вот такие билетики. По этим билетикам вам выдают Абаю бесплатно. Вы в ней ходите, потом с этим билетиком возвращаетесь и сдаёте её обратно. Итак, мы вышли к самой мечети. Она очень красивая. Ф грех в городе. Это очень красивая. Фрю другие. Так. Найдужная. Фрю resident enjoyed. counseling вам своим своимensenк. Омен по п глаза статью. Все теперь vale. Это онespondo. Фрю Music. А еще нельзя, чтобы капюшон спадал с головы, иначе security вам вот так вот покажет. Вот так. А еще, что днем есть свой плюс в том, что нету очереди. Да, а еще, что вечером она загорается синим цветом и становится невероятно красивой. Еще красивее, чем днем, но мне днем тоже очень нравится. В мечети достаточно строгие правила для фото. Запрещают, чтобы фото закрывается, и не убирайте. Вот так делать нельзя, вот так нельзя, вот так нельзя, нужно только вот так. Вот так. Фотографируйтесь и снимайте вот так. Просто все удалите. Все удаляйте. Ручки нельзя, вот так полки нельзя. Короче, мы... Не, ну фотки-то нормальные. Как, фотки красивые, да, но нам везет, что нету людей, толпы нет. И мы смогли сделать фотографии на фоне самой мечети без людей. Вот в чем преимущество приходить в мечеть днем, потому что нет никого. Практически. Можно сделать фотографии без толпы народа. Кстати, громко говорить тоже нельзя. Стены мечети украшены цветами и элементами из полудрагоценных камней. А здесь красивейшая люстра. А еще в этой мечети самый большой ковер, который весит 47 тонн и который изготавливали два года. Но я не понимаю, почему нас не пускают сюда внутрь, потому что я видела обзоры, когда люди проходили вот прям вот по ковру, но они снимали обувь, но проходили и фотографировали прям вот под люстрой. А сегодня у нас была индивидуальная экскурсия в Абу-Даби вместе с сервисом всеразвлечения.com. В чем преимущество? В том, что нам предоставили комфортабельный автомобиль, в который помещается... 7 человек. 7 человек, то есть вы можете сформировать свою группу людей, знакомых, может быть кто-то из отеля, и поехать вместе на эту экскурсию без посторонних людей. Плюс ко всему. Не привязываясь, не привязываясь никому, формируя свое расписание так, как вам удобно и так, как вам хочется. Да, а еще с нами был гид, который рассказал нам очень много интересной информации об этом Эмирате, которую мы еще не знали, но теперь знаем. И еще такой момент, что вы можете менять свой маршрут, если вдруг какие-то места закрыты. Например, в мечети мы потратили немного времени, потому что нельзя было зайти внутрь, да? Теперь запрещено это почему-то. Запрещено ходить пока вдруг, к сожалению, да. В общем, всю информацию об этом сервисе я оставлю по ссылочке в описании. Обязательно переходите, изучайте. Если вам нужна помощь, обращайтесь к онлайн-консультантам, и они обязательно вам помогут. А еще этот сервис будет доступен во всех странах и городах мира и, возможно, уже доступен в вашем городе. Этот сервис – это не только развлечение для туристов. Это развлечение для всех.